Здравствуйте, уважаемые! Слушатели, зрители, с вами Вячеслав Котляров. В Харькове, 17 часов 20 минут, 28.05.2016 года. Этот краткий небольшой экстренный выпуск я записываю в отличном расположении духа. После просмотра замечательного ролика в интернете под названием «Сотовая земля. Краткий обзор. Глобальная ложь». Спасибо, ребята. Я на самом деле вам очень благодарен. Мне вот такие ролики, вот хорошие, в моем понимании, качественные. Да, я подберу даже слово «добрые ролики», которые по-доброму рассматривают и критикуют то, что я озвучу. Это очень хорошо. Если сравнивать там с комментариями, которые вы неоднократно видели у меня под роликами, данный труд, он заслуживает внимания. Я надеюсь, что ребята, которые записали этот замечательный ролик, на меня не будут зла держать за то, что я его выкладываю. Ну, в первую очередь, я, ну, скажем так, оставлю ссылку в описании. То есть, ваш канал какое-то количество людей узнает, и ваш канал будет известен чуть больше людям. Вот. Это очень замечательно. Я, если бы больше вот таких роликов с названием на YouTube появлялась «Сотовая земля. Глобальная ложь», это было бы замечательно. Ну, вот, многие понимают и догадываются, почему я рад, искренне рад вот этому ролику. И вот, уважаемый Алексей Кунгуров, он тоже снял ролик. Правда, никто не понял, я уже сколько людей не спрашивал, никто не понял, что он сказал в этом ролике про сотовую землю. Я вам скажу, вот, из всего материала, уважаемый Алексей Кунгуров сказал следующее. Да, земля сотовая, но она сотовая именно на том маленьком шарике, который нам нарисовали. То есть, соты, по предположению уважаемого Алексея, это параллельные миры на вот этом нашем маленьком глобусе. Ну, ничего страшного, вы знаете, по моим скромным подсчетам, уже не менее двух тысяч человек абсолютно уверены, и им не нужно доказывать, что земля именно выглядит так, как я сообщаю в своих роликах. Земля выглядит как огромный, огромнейший шар, который постоянно растет, как дикие пчелины улей. В нашей, скажем так, прослойке, а так как их слоев, как в Наполеоне, не менее девяти, вот мы где-то посередине живем, там на четвертом, на третьем слое, находятся сотни тысяч сот. Внизу под нами мировой океан этого огромного земного шара, вверху над нами мировой океан этого огромного шара. Купол, чтобы океан не затопил нашу ячейку. Ведь я вот настолько, вот на самом деле, обрадовался увиденному, и вот хочу, знаете, вот что сказать, дорогие слушатели, зрители и друзья, которые записали этот чудесный ролик. Вы знаете, вот как получается, что все, без исключения ученые мира, отталкиваются от того, что им кто-то сказал. Многие путешественники написали свои труды, сидя в кресле, и таких примеров миллионы. Они сидели дома в кресле и описывали там реки Амазонии, или там полеты на Луну, к примеру, то есть сидя в кресле. А в моем случае получается, что на данный момент я один из тех исследователей, который стал случайным образом, не по собственной воле, который увидел все воочию. И как могут спорить со мной именитые ученые мира, которым дали всевозможные регалии, если они этого никогда в жизни не видели? Если они даже ни малейшего представления не имеют о мироустройстве? Есть очень много и выдающихся ученых. Вы понимаете, что в любом деле есть такое понятие специалисты, узкопрофильные специалисты, да? Это, знаете, как вот, я вот приводил пример, когда строят дом, используется много профессий. Там, вначале идут там бетонщики, к примеру, заливают бетон, потом каменщики идут, потом кровельщики, потом отделочники, газовщики и так далее. То есть, чтобы построить дом, иногда приходится использовать несколько бригад. Чтобы разобрать устройство мира, надо несколько бригад ученых. Один хорошо там в ботанике разбирается, третий животных детально изучает и так далее. Вот. Поэтому я, знаете, как вот у меня... Да, пускай они такие эти аргументы для многих людей слабые, доказательства. Все хотят доказательства. Пускай они слабые. Ну, вы не померите. Самое, помимо того, что мое доказательство, это только мои слова, есть еще интересное доказательство. Вы знаете, есть такой канал РНТВ. Так вот, вот вдумайтесь, этот канал даже в шутку, даже в шутку, чтобы меня высмеять, ну, не только меня, мою теорию имеется в виду, меня, то дело десятое, вот даже в шутку не скажет, что есть такая теория сотовая земля. Вот, вот эти ребята, я им благодарен, они сняли вот такой ролик, и вот точно такой маленький там ролик, там, хотя бы на две-три минутки, чтобы РНТВ сказала, а вы знаете, дорогие зрители... Не, не так. Вы знаете, дорогие зрители, есть инопланетяне, есть... Они, кстати, даже про мировое правительство несколько фильмов хороших сняли, РНТВ. Есть инопланетяне, есть параллельные миры, есть, там, всевозможные летающие тарелки. Но про сотовую землю РНТВ не скажет ни слова. Я вам гарантирую. Даже в шутку, чтобы высмеять этот вопрос, специалистов пригласить не будет. Вот такая интересная, так сказать, оказия выходит. То есть вопрос есть, а тема не будет озвучена на РНТВ. Вот, ну, я думал, что я коротко сделаю вступление. Выясняется, что он будет по размерам как ролик, который дальше пойдет. Ролик небольшой, всего лишь семь минут. Вот, друзья, которые его записали, еще раз вам спасибо. Вот такая, скажем так, критика, человеческая критика, она нужна. И те, кто вот тоже мои мысли, скажем так, воспринимает несерьезно, снимайте вот такие ролики, как вот это сделали вот эти замечательные люди. Вот, а дальше идет после моего вот этого вот такого просто положительного, эмоционального, счастливого выступления, дальше пойдет ролик хороших людей, которые будут рассматривать сотовый наш мир с точки зрения своих взглядов. И в завершении скажу, все ученые мира только предполагают, им так сказали, они так посчитали, они так думают, что так оно есть. А я, по сути, являюсь человеком тем, который видел нашу планету, который видел, как наша планета выглядит в реале, а именно, наша планета гигантская и имеет огромное количество сот. Как хорошо на природе. Да, природа вот такая у нас. Природа вот такая. Все облачное. Солнце наш, светильник. Где ты спрятался? Вот он. Вот так вот. Скоро скажет про Солнце. А что рассказывает про Солнце? Сейчас, секундочку. Подводная камера. Что он рассказывает про Солнце? Солнце, это, как говорится, фонарик. Вы знаете, светит он ярко для нас. Только тогда, когда нам его включат. Вы скажете, почему так, почему я такое говорю? Так вот, зайдите на канал Суд Гудмана, Вячеслав Готляров, Кунг-Куров Алексей, Лапшинов Дмитрий. И вы все поймете, что все, что нам говорят в этом мире, да, то есть в нашей стране, в другой стране, где вы живете, все полная ложь. Солнце, фонарик, звезды. Тоже фонарики маленькие, чтобы вы не скучали. И земля наша плоская. Но круглая, да? Но круглая, понимаете? Она плоская, но одновременно и круглая. Чтобы вы понимали, почему я клоню, я уже все скошу. Значит, смотрите. Видели когда-нибудь пчелиные соты? Я думаю, да. Так вот, мы находимся в одной из этих пчелиных сот. Пчелиные соты, вот это то, что мы видим, наш материк, Америка, там, да, все эти материки, которые у нас известны, для нашего земного шара, это есть на плоской земле. Вот этот вот, то есть наш мир. И наша сотка. Рядом находится еще одна сотка. Еще рядом, еще. И таких сот, тысяч, миллионов. И земля наша, то, что нам говорят, она очень большая, очень такая круглая, большая земля, в которой мы вот такие вот, мизерные. Маленькие. Да вообще история очень интересная. Нужно смотреть, очень много информации, что мы сейчас осказываем. Ну, вроде нужно кушать мясо. Хотя его и вредно есть, но пока не нужен. Мы перейдем на зероедение. Вот. Последние денечки с мясом можно провести его достойно. По природе. Под дубом. Кстати, дуб у нас здесь почти столетний. И заметьте, что деревья, деревья на нашей планете не более 150 или 200 лет. Покажите мне там дедерю 2000 лет. Ну, нет таких деревьев. Нет, они все молодые. А почему молодые? Потому что был поток, были ядерные взрывы, нас здесь томили, взрывали. Ну, в итоге мы выживем сейчас. Сколько нам жить оставалось в нашей ячейке? Известно. Ну, в принципе, известно. В этом ролике я вам эту информацию не дам. Потому что это очень обширная и далекая тема. Поэтому нужно так углубиться, чтобы вы поняли, что все так просто, как нам кажется. Хочу сказать вам одно. То, что вам преподносят в школах, вузах информацию об истории, об жизни нашей, делите, как говорится, на двое. То есть, то, что вам сказали, это ложь. Полная. Проверяйте факты, проверяйте, смотрите за собой, смотрите за собой. Интуиция своей она вам точно подскажет, что есть что. И логика наша, она тоже работает на все 100%. Если вам преподносят одну информацию, а вы задаете при этом вопрос, в котором нет ответа, то вы понимаете, что это ложь. Самая настоящая ложь. А если вам преподносят логику, то есть, какие-то факты, которые говорят о том, что то, что вам раньше говорили, совершенно не соответствует действительности. факты, не теории, да? Да, одни теории. Наша наука на одних теориях. Да, и наша наука, она вся основная теория. То есть, космос летает, ну смотри, какой космос, нету никакого космоса, мы живем под углом. Очень много в интернете, наберите, очень много интернете рулит, которые запускают самодельные космические кораблики, сами же люди, да? они летят, летят вместе с камерой и ударяются тым и все, и стоят на месте. Понимаете? Для чего это сделано? Все это искусственно. И сделано как-то для того, мы здесь сидим, 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 как в клетке. Это все шутка, на самом деле все глобально серьезно. Мы здесь для того, чтобы мы здесь развивались, душу свою. Видите, паучок в этом ползет, видите, ползет. Может, до чего-то ползет, понимаете? И спасается от меня, так и мы и спасаемся каждый раз. Вот, на этом закончу нашу Олю короткую. До новых встреч! Я думал, на нашем канале будет, девочкам, интересного обширно распространять информацию, о которой относят специалисты, которые анализируют, смотрят, изучают, приняты факты. И мы смотрим, интересуемся, сами логику включаем. И делаем довольно конкретное, что делать дальше. Все, всем пока! Подписываемся! А с вами был Вячеслав Котляров. Спасибо, что слушали. Благодарю за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok